9 сентября в Приморье состоялись досрочные выборы губернатора региона. До выборы на два вакантных места в Законодательное собрание Приморского края, а также выборы депутатов, местных дум и глав поселений в ряде муниципалитетов. Всего в единый день голосования в Приморье работали 1334 участка для голосования. В выборах приняли участие порядка 400 тысяч человек. Жители городского округа 9 сентября вышли проголосовать за нового губернатора Приморского края. Избирательные участки работали с 8 утра. Для избирателей были созданы все условия для комфортного голосования. Несколько участков были открыты в каждом районе. Люди идут. На 10 часов у нас уже проголосовало 40 избирателей. То есть, как бы, вот так, с переменным успехом. Ну, идут. Принимают участие. Ну, приходили у нас даже инвалиды приходили. Бабушка была из жилого возраста. То есть, мы помогаем. То есть, сюда проходят, двери открываем, доводим до кабинки. На данное время уже проголосовало 9%. Всего количества избирателей на нашем участке. Всего у нас зарегистрировано 1056. Уже более 90 человек пришло, проголосовало. Ну, явка сейчас стала лучше, конечно, после 10 часов. До 10 как-то помедленнее нарушилась. У нас всего 1166 избирателей по данному участку проходит. На сегодняшний момент проголосовало 10%. В основном люди вот с утра хорошо пошли. Сейчас немножечко как-то затишье. Голосование на участках проходило по-разному. Где-то больше наплыв проходил в утреннее время, а в некоторых пунктах – после обеда. Торжественно встречали члены избирательной комиссии, голосовавших впервые. Проголосовавшим в первый раз вручались памятные сувениры. Я считаю, что это важно для каждого гражданина Российской Федерации. В данном случае для Приморского края. Желаю всего хорошего, добра, здоровья, что все сделали свой выбор. Я люблю только одного. Жизнь будет лучше, дороги будут прекраснейшие. Настроение у избирателей в этот день было приподнятым. Присутствует, конечно, волнение, но многие верят, что выборы, которые проходят сейчас в Приморском крае, принесут изменения. И эти изменения будут в лучшую сторону. Я с удовольствием пришла на выборы, потому что это день такой торжественный. Всегда в этот день было праздничное. И раньше, и теперь я считаю, что от того, как мы проголосуем в этот день, будет зависеть будущее нашего края. Сознательно и осознанно подошли к голосованию избирателей. Проблема сложилась только в том, что все меньше приходит молодых избирателей. Возможно, это связано с тем, что сейчас многие студенты разъехались к местам учебы. И тем самым не все имели возможность проголосовать по месту постоянной прописки. Выборы проходят. На данный момент у нас обстановка более или менее положительная, потому что с утра явка избирателей была достаточно низкой. На 10 часов у нас проголосовали всего 48 избирателей, что, конечно, показатель не такой, какой мы бы ожидали. Выборы мы начали вовремя, в 8 часов утра. У нас в основном военные на участке. Дом всего один, Карломаса 55. Ну, активности большой нет, но тем не менее на 12 часов проголосовало 20% избирателей по нашему участку. Ну, все идет спокойно, в нормальном режиме. Участок открыт, работает, люди идут, голосуют с хорошим настроением, бдительно. Несколько человек у вас не участвует? На данный момент 169 человек проголосовало. Люди только путаются в номерах своих участков, и приходится их все время провожать и направлять. А так все молодцы сами, с хорошим настроением. Участок полностью готов к проведению голосования. Активность избирателей у нас на данный момент составила 20%. Это на 12 часов. Народ идет. Голосование проведет. Какое-то тазничное настроение вообще избирателей. Естественно. Как обычно. У нас день торжественный, памятный. Поэтому избиратели идут. Надеемся, что голосование будет в том же темпе продолжено. Итоги, конечно, мы подвезем после 8 часов. Жители городского округа приходили на избирательные участки с надеждой на лучшее. На то, что наш приморский край будет процветать. Пришли на выборы, потому что по-другому нельзя. Надо выбрать человека, который сделает все для Приморья. Для нас лично. Избирателям. Жителям нашего города. Чтобы вспомнились все мечты, все желания. Всем удачи, здоровья, всего самого хорошего. Первый тур голосования завершился. И, к сожалению, ни один из претендентов не набрал нужное количество голосов. По итогу голосования Андрей Тарасенко набрал 46,5% голосов. Согласно действующему законодательству, второй тур выборов назначается не позже 21 дня с момента окончания первого тура. Таким образом, выборы состоятся в одно из трех воскресеньев до конца сентября. Голосуем за будущее.